Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне постоянно кажется, что я говорю слишком много. Много того, что не должна, и слишком открываю. Зачастую я просто не замечаю, что рассказала что-то не то. Начала из-за этого загоняться после данного случая, когда подруга рассказала историю мне и ещё одной девочке. Когда мы встретились с другой подругой, она начала рассказывать эту историю. Я, посчитав её безобидной, тоже продолжил рассказывать. Как оказалось, эту историю никто не должен был знать, кроме нас. Но нас мне предупредили. Вся вина была перекинута на меня. Хотя её часть я не отрицаю. И теперь я боюсь рассказывать кому-то что-то даже из своей жизни. Чуть более спокойно я отношусь к этому, когда рассказываю именно о себе. Хотя всё равно потом горю себя за это. А если рассказываю про других, даже самые безобидные вещи, то ощущаю постоянную панику. Вдруг этот человек узнает, ему будет некомфортно. Вдруг я сказал очень много лишнего. Вдруг общение с ним прекратится, обо мне пойдут слухи. Вдруг мне больше ничего не будут рассказывать. Вдруг останусь одна. Помогите, пожалуйста. Ну, здесь ситуация, на мой взгляд, заключается, конечно, в том, что вы не самодостаточны, на мой взгляд. То есть есть вот такая в этом смысле проблема. Проблема самодостаточности. Есть в этом смысле проблематика того, что вы не уверены в себе и зависите от чужого мнения, да? Вот. Зависите от мнения других людей. И зависите от этого мнения вы довольно сильно. Поэтому ваш страх одиночества продиктован, ну, вот, тем, в данном случае, что вы себя обесцениваете. И не принимаете себя. Безусловно. вот, отсюда, в общем-то, как результат возникает такая модель ситуативная, если хотите, при которой вы пытаетесь как-то за счет других людей, да? компенсировать то, что по вашему мнению вам не хватает у себя. И в общем, отсюда вся эта достаточно порочная история. Также вы не чувствуете своих границ из-за невнимательности такой к себе. Вот. Ну, это можно в принципе скорректировать поправить. можно поправить. Если вы действительно хотите этим заниматься. заниматься, да? То есть, ну вот вы просите помощи вроде как. Какой вы видите помощь? На мой взгляд, это довольно важно. То есть, как вы видите помощь? Себе. в данном случае. На мой взгляд, вам можно помочь посредством вот как раз психотерапевтического контактирования, но это регулярная работа. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. А в заключении, в качестве небольшого бонуса, я бы вам рекомендовал бы прояснение. То есть, проясняйте у людей, что я могу рассказать, да? Вот ты мне что-то рассказал, да? Что я могу вот это, что я могу рассказать? Вот. Что я могу рассказать? Что из этого ты хотела бы, чтобы я не рассказывал, да? То есть, побольше прояснений. Вы же как будто бы используете больше именно додумывания. Ну, а когда люди додумывают, то редко получается что-то хорошее. Удачи вам!